Древний Египет. Тысячелетиями он хранит свои загадки. Целая армия археологов, историков, научных экспертов и примкнувших к ним эзотериков на протяжении многих столетий пытается раскрыть тайны одной из первых цивилизаций на Земле, начиная с итальянского философа и естествоиспытателя эпохи Возрождения Джордана Бруна и заканчивая неутомимыми исследователями нашего времени. Удача сопутствует далеко не всем. Археологи говорят, что мало обладать исходными данными, надо иметь чутье. Но иногда совершенно неожиданные разгадки тайн древнеегипетской цивилизации происходят за тысячи километров от долины Гиза. Мемфис. Согласно преданию, этот город на западном берегу Нила основал египетский царь Менес. На карте город обозначен в 30 километрах южнее Каира. К нему ведет великолепная дорога, по правую сторону которой протянулась панорама пирамид долины Гиза, а по левую – Нильский канал С-Сауэль. В действительности сейчас Мемфиса не существует. Это лишь пальмовая роща, красивая и большая. А рядом с ней деревня Митрахина – вполне современный населенный пункт, появившийся здесь на обломках древней цивилизации. Историческое название Мемфис сохранил лишь на вывеске небольшого ресторанчика. Не верится, что находишься на земле, где стоял один из крупнейших и значительнейших городов мира. Рядом с редко заполняемой площадкой для машин, над огромной безногой статуей Рамзеса II, высится современный павильон. Статуя лежит на том же месте, где ее в 1820 году нашли итальянский археолог Кавилья и английский исследователь Слоун. Извояние фараона высечено из цельного куска известняка, и длина его составляет 10 метров. С самого начала археологи пытались понять, что за таинственные жезлы или цилиндры сжаты в ладонях статуи. Похожие предметы в руках изваяний фараонов, жрецов и древнеегипетских богов не раз попадались на глаза исследователям. Что это? Каково их назначение? Почему скульпторы так старательно пытались эти предметы вложить в руки своим изваяниям? Многие исследователи на протяжении почти двух столетий пытаются разгадать эту тайну. Но чем больше они в нее вникают, тем больше появляется новых вопросов. Официальная египетология достаточно однобоко объясняет назначение странных удлиненных предметов в руках у египетских фараонов на фресках и барельефах древнего, среднего и нового царств. На самом деле существует около десятка версий назначения этих странных цилиндров, как их назвали ученые. Это могут быть и ручки носилок чиновников и самого фараона. Это также могут быть футляры или какие-то вместилища для папирусов, для каких-то документов тех же фараонов. Действительно, традиционная историческая наука стремится трактовать свои версии о загадочных цилиндрах в руках фараонов, богов и жрецов очень сдержанно. Академическая египтология старается дистанцироваться от эзотерических и мистических предположений. При этом многие официальные гипотезы также вызывают недоумение. Например, какие ручки носилок могли держать фараоны или боги? Это удел рабов, а не царей. В некоторых академических монографиях по истории Древнего Египта исследователи ссылаются на расшифровки папирусов, где упоминаются некие похожие предметы, что присутствуют в руках извояний фараонов и жрецов. Там они обозначаются как переходящие от одного племени к другому цилиндрические печати, которые нашли дорогу в долину Нила. Цилиндрическая печать? Вполне возможно. Тем более, что это предмет, вполне достойный фараона. Может, это и есть разгадка? Оказалось, что такие печати действительно использовались в Древнем Египте. Их можно увидеть в одном из залов Эрмитажа. Однако хранители египетских артефактов в главном Санкт-Петербургском музее данную гипотезу опровергают. Во-первых, они не так велики. А во-вторых, эти цилиндрики, сверленные по оси, их не катили вот так, а они были закреплены в определенной конструкции. Это вешалось на шею, по-видимому. Так что такой предмет держать в руке как цилиндр было невозможно. Что же это за загадочный предмет? Его не находят в древних захоронениях. Но о том, как важны были эти таинственные цилиндры в Древнем Египте, свидетельствуют их многочисленные изображения в руках фараонов и богов. Что это? Символы власти? Какие-то мистические обереги? Или что-то иное? Например, чертежи, схемы, эскизы, описания, какие-то ключи к секретам. У нас есть немало свидетельств существования на Земле высокоразвитых технологий в незапамятные времена. И, как грустное правило, почти полное отсутствие объяснений и строгих научных доказательств. Однако есть достаточно интересные альтернативные гипотезы. Где-то в середине, по-моему, 50-х годов, когда переводили древнеегипетские тексты, нашли очень интересную запись, что фароны, оказывается, пользовались каким-то очень странным устройством, которое помогало восстанавливать им жизненные силы. Устройство это было в виде двух цилиндров. Один цилиндр медный, другой, если я память не изменяю, это тоже из какого-то металла. Согласно тем самым переведенным древнеегипетским текстам, цилиндры имели полувнутренность. Туда помещался некий кристалл, предположительно кварцит, который играл роль энергетического источника. Затем человек брал в одну руку медный цилиндр, в другую цинковый. При этом возникала разница потенциалов. То есть человек превращался в батарей. За счет этого видим каким-то... Ну вот как там написано в этих источниках, что с помощью этих цилиндров не просто восстанавливали жизнь и силы, восстанавливался также еще и обмен веществ у фараонов. И каким-то образом, я так понимаю, даже продлевалась жизнь. Исторические летописи свидетельствуют, что продолжительность жизни в древнем мире была очень короткой. 40. От силы 50 лет. И уже в таком возрасте люди считались долгожителями. В то же время, согласно рентгеноскопии, проведенной учеными после находки мумии Рамзеса II, великий египетский правитель скончался в возрасте 90 лет. Он пережил 12 наследников. 13-й сын, Мерин Птах, к моменту смерти отца, был уже 60-летним старцем. Всего же у Рамзеса, судя по источникам, было около 160 детей. Откуда он черпал жизненные силы? Не из тех ли таинственных цилиндров, что изображены зажатыми в руках изваяния монарха? Одним из первых, кто попытался досконально разобраться в загадке таинственных жезлов фараонов, оказался обычный научный сотрудник обычного советского научно-исследовательского института Владимир Ковтун. Во время экскурсии по Павловскому дворцу в пригороде Санкт-Петербурга Ковтун задержался в египетском вестибюле, где обратил внимание на копии статуй из Каирского музея. Больше всего инженера заинтересовали непонятные предметы цилиндрической формы в руках изваяния. Хранители музея дали ему набор версий по поводу увиденного, ни одна из которых Ковтуна не устроила. И он решил начать собственное расследование. Он случайно пришел к древнему Египту, потому что до этого занимался абсолютно другими вещами в одном из столичных НИИ, и интересовался радиоволнами и прочими вопросами, не связанными на первый взгляд с египтологией. Но при наличии таких вот загадок, когда Ковтуну показали в первый раз то, что он потом назвал цилиндрами фараона, он пришел к выводу, что это вовсе не какие-то футляры для пергаментов и манускриптов, а какой-то прибор, которым древние египтяне пользовались явно в самых различных целях. Все свободное время Владимир Ковтун начал тратить на поиски нужной информации и разгадки тайны. Инженер тогда предполагал, он мог бы догадаться о предназначении цилиндров, если бы увидел их не в виде каменных изваяний картинок, а в виде артефактов, найденных археологами в погребениях фараонов и высших вельмож. А еще лучше – подержать их в руках, пощупать. На самом деле, одновременно с Ковтуном и даже до него этой проблемой занялся чешский инженер, который тоже интересовался радиоволнами. Через это он и пришел именно к секретам пирамид. Это Карл Гдербал, который работал в Праге на одном из заводов и впервые понял, что пирамиды таят в себе не только тайны подземных каких-то там бумифицированных тел, которые там находятся, но и эти вот цилиндры оказались ключом к пониманию всей энергетики Древнего Египта, если можно так сказать. Возраст самых древних находок в долине Нила, свидетельствующих о наличии высокоразвитой цивилизации в Древнем Египте, официальная наука датирует концом 4-го тысячелетия. Это временной рубеж, когда будто по мановению волшебной палочки примитивный народ начинает создавать шедевры, поражающие исследователей и в наши дни. Я перечитал действительно немало книг, и практически всех авторов поражала одна очень интересная особенность. Это взрывное развитие египетской цивилизации. Вот ничего не было. Примитивные хижины, какие-то убогие строения, самые простейшие орудия труда, и вдруг на берегах Нила расцветает такой удивительный цветок знаний, культуры, искусства очень сложной и высокой религии. Как это могло произойти? Исследователи считают, что росписи храмов и царских гробниц содержат информацию о высоких технологиях, унаследованных от атлантов или гиперборейцев, или иной загадочной цивилизации. Согласно древнеегипетскому поверью, в загробной жизни покойному потребуются те же вещи, что и в земной. В гробницу помещали все необходимое и дублировали каждый предмет рисунком. Возможно, что в захоронениях знати могли находиться не только мумии, но и свидетельства древних технологий. А еще считалось, что роль царских гробниц играют пирамиды. Но, как известно, все пирамиды археологи нашли пустыми. В них не было не только загадочных механизмов, но и самих фараонов. Из этого некоторые исследователи делают вывод, что назначение пирамид вовсе не усыпальница. Поэтому там ничего и не находят. Пирамида строилась как некий генератор определенного рода энергии. Она в то же время выполняла функцию антенного устройства. Вы строите пирамиду, и через эту пирамиду вы получаете возможность общения с себе подобными, с такими же атлантами, либо, например, с другой цивилизацией, которая строила пирамиды, и получать информацию о том, что происходит на Земле, либо же получать информацию и общаться с теми самыми учителями, которые до потопа посещали Землю и передавали им знания. Гипотеза представляется слишком фантастической. Наша цивилизация возникла благодаря вмешательству инопланетных учителей. Атланты, получив от них знания, передали их египтянам и другим народам. Но, с другой стороны, как можно расшифровать обнаруженные в 1849 году на стенах храма в Эбидосе загадочные иероглифы? Это даже не иероглифы, а чертежи каких-то странных механизмов. Во многих из них четко проглядываются очертания боевых летательных аппаратов и бронетехники. Споры вокруг этих загадочных рисунков идут до сих пор. Но когда в 20 веке появились такие объекты, как танки, самолеты, вот уже после этого, собственно говоря, ближе к концу 20 века представители так называемых альтернативных направлений просто поразились сходство изображений с реальными объектами, появившимися именно в 20 веке. С тем же танком, самолетом и так далее. Действительно, следы технологий, предположительно унаследованных от внеземной цивилизации, достаточно часто встречаются в храмах, гробницах, других древних египетских сооружениях, а также в найденных при раскопках различных предметах. Но многие свидетельства могущественной цивилизации утрачены, а некоторые еще таятся под песками пустыни. Не были обнаружены и загадочные цилиндры. Меня удивило отсутствие находок цилиндров, где бы то ни было. Вот это меня поразило. Я не знаю, почему их не находят. То ли это было уделом очень узкого круга людей и не предполагалось класть в гробницы, то ли есть еще какое-то объяснение, которого я просто не знаю. Сделать следующий шаг к разгадке тайны древнеегипетских цилиндров помог один архивный материал. Им оказалась старая рукописная книга «Тайны жизни и смерти». Перелистывая страницу, ученый сразу понял – текст переписан из какого-то печатного издания, иначе неизбежны были бы помарки. Один из разделов назывался «Способ общения с богами в Древнем Египте». Два стержня – лунный и солнечный – служили фараонам и жрецам средством для связи с богами и подпитки энергии космоса. Лунный цилиндр надо держать в левой руке, солнечный – в правой. Обратное положение было строго запрещено. Перед исследователем лежала разгадка давно волнующей тайны. На тот момент к эзотерике я относился скорее отрицательно. Я родился в семье военного, коммуниста, танкиста, прошедшего всю Великую Отечественную войну. Ну и, соответственно, и воспитание этих эзотерик, никаких мистик, ничего иррационального не допускало. Я все вышучивал, высмеивал, и позднее появился интерес, как-то сознание стало расширяться. Что меня особенно удивило в эзотерической рукописи, и, в общем-то, достаточно точный рецепт изготовления. Ученый-физик сразу предположил, что солнечные цилиндры изготавливали из меди. Древние медики и жрецы знали о воздействии металлов на организм человека и особенно часто лечили именно медию. Греческий врач Эмпидокл носил медные сандалии, вероятно, для профилактики, а Аристотель спал с медным шариком в руке. Материал для так называемого лунного цилиндра пришлось подбирать методом пропа и ошибок. Расчеты показали. Это сплав меди, цинка и алюминия. Сплав образует по температурам плавления геометрическую прогрессию со знаменателем, равным золотой пропорции. На самом деле древнеегипетская цивилизация, по мнению некоторых историков, и в частности советских даже и российских историков, она держалась именно на том, что египтяне знали секреты энергетики, знали, как ей пользоваться. Они владели полями, которые до сих пор даже не открыты отечественными учеными. То есть мы знаем электромагнитное поле, знаем атомную энергию, знаем какие-то вещи и то не до конца, что называется. А это совершенно другая энергия, совершенно другие поля, которыми владели жрецы египетские. И они знали, как использовать их даже в нуждах сельского хозяйства, например, не то что медицины, здравоохранения египетского. В старой рукописи было недвусмысленно сказано, что назначение цилиндров – исцеление и общение с богами. Что здесь общего? Позже выяснилось. В Древнем Египте, а также в античных государствах, искусство врачевания было неразрывно связано с религиозными ритуалами и магическими обрядами. Но большинство тайн древнеегипетской медицины до сих пор остаются неразгаданными. Также почти ничего не известно о магических исцеляющих обрядах, которые успешно дополняли хирургию. Вполне возможно, что это могла быть та самая таинственная металлотерапия с применением предметов цилиндрической формы. Владимир Ковтун сразу же проверил действия только что изготовленных цилиндров на себе. Медный, солнечный, в правой руке, лунный, в левой. Через минуту он ощутил слабое покалывание и легкую пульсацию крови в руках. Мощно и незримо в него входила неведомая сила великой древней страны. Ученый понял, цилиндры имеют свое энергетическое поле, которое как-то воздействует на энергетическое поле человека. Но как? Очевидно, может быть, оно настраивалось на внутренний цикл человека, внутренний ритм, внутренние вибрации. Потому что мы сами по себе постоянно находимся в системе вибраций. Каждый орган имеет определенную частоту. Есть даже специальные приборы, которые позволяют сейчас бесконтактно лечить человека вот именно на уровне определенных вибраций. Здесь, видимо, та же самая система. Тайна цилиндров постепенно прояснялась. И даже появилась догадка, почему в эзотерической книге было сказано, что цилиндры служат для общения с богами. Восстановление энергетики организма немыслимо без магии соответствующих обрядов. И, собственно, вера в исцеление. И высшие силы эту веру вселяют. Казалось бы, расследование завершено. И найдена разгадка одной из многочисленных тайн древнего Египта. Но не так давно исследователи выдвинули еще одну гипотезу, которая в корне может поменять представление о предназначении таинственных предметов в руках древнеегипетских статуй. Почему-то все говорят про цилиндры фараонов. А есть еще очень интересный артефакт, малоизвестный, называется жезл фараонов. Это очень такое странное устройство. Похожее, ну, даже сложно с чем-то его сравнить. Это примерно вот такая, ну, назовем, проволока, имеющая определенное количество витков под руку. И такой же примерно резонатор вот здесь. С помощью вот этого устройства, когда было что-то нужно сделать, фараон ударял или о пол, или о трон, и возникала звуковая волна определенная. То есть, опять же, эффект какой-то резонанса был. То есть, с помощью вот этого жезла фараона он мог нагнать страх на целую толпу. Одна из самых последних версий, которая выдвигается некоторыми исследователями древнеегипетской цивилизации, предметы цилиндрической формы в руках фараонов не что иное, как персональное оружие царствующих особ. Ведь есть же предположение, что внутри жезл был полом, и туда помещался источник энергии. Только уже не кристалл кварцита, а более мощный, на существование которого намекают различные загадочные рисунки, найденные археологами в захоронениях египетских вельмож. Разряд такого источника энергии вызывал огненный луч, молнию, испепеляющую все подряд. О подобном страшном и разрушительном, но компактном, умещающемся в руке оружии упоминается в древнеиндийском эпосе Махабхарате. Это оружие именуется пламенем бога Индры, а последствия его применения описываются так. Сжигаемый жаром мир шатался, как в лихорадке. Вполне возможно, что древнеегипетские правители владели секретами подобного оружия. Если у них были жезлы-резонаторы для наведения ужаса на толпу, то какие тогда могли быть возможности у тех же жезлов с энергетическим кристаллом? Естественно, то возникал уже какой-то другой эффект. То есть мог уже возникнуть эффект Ваджары, когда не просто шла звуковая волна, а мог родиться, может быть, даже какой-то маленький плазмоид. В том же самом Махабхарате, вот мы знаем основное оружие богов этого Ваджара, которое все хорошо знают, но оказывается, что в Махабхарате описано порядка еще пяти видов разного оружия, от которого осталось только название и описание, что у них было какое-то оружие, которое, вот как наша баллистическая ракета, прилетала и возникала волна. Не огня даже, а как-то у них это интересно называется, что-то похожее на плазму, которая выжигала все живое в радиусе нескольких километров, вплоть до того, что даже спекала города. Получается, что тайна цилиндров, которые держат в руках владыки древнего Египта, так и не раскрыта. При этом исследование физика Владимира Ковтуна нельзя считать ошибкой. Это только один из шагов к разгадке. Еще предстоит пройти большой путь. Но, к сожалению, противоречия между официальной наукой и сторонниками альтернативных версий, основанные на принципиальности позиций, существовали всегда. Как по цилиндрам фараонов, так и по остальным загадкам древности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok